Результаты, я считаю, это очень здорово. Ну просто вот, даже была какая-то серия документальных фильмов, когда показывали, что вплоть там какие-то лезвия в пуанты подкладывали. Вот в таком плане конкуренция есть? Ну, знаете, я недавно прочитала, честно, давала даже интервью одна из наших артистов, и я прочитала об этих страстях. Ну, знаете, мы же не в Советском Союзе живем. Возможно, тогда это было, безусловно. Во-первых, вы знаете, когда за тобой стоит князь какой-то там. Ну да. Это раньше было. Это несколько другое. Знаете, сейчас все это более как-то спокойнее. И, ну, как бы, ну, хорошо, но кто-то, может быть, тебе надрезают тесенки, а потом никто не будет оставлять свои буланты на сцене, там, бегать, да, и все это берешь с собой. Потому что, ну, надо понимать, что может быть всякое. Но, честно, со мной этого не было. Да, у меня оторвались тесенки на сцене. Я не знаю, их подрезали, или я их сама оторвала, потому что, может, там нитки пересохли. Знаете, все что угодно может быть. Ну, я бы так не, как бы, не концентрировала свое внимание на какой-то, вообще, какой-то печали. Явного такого ужаса не происходит. Да, там, какие-то, вообще, стекло. Кому это нужно, на самом деле? Можно сказать так же самое про модели, да? Как они... Да, хорошо, кто-то может кому-то устроить, но это же в любом деле, на самом деле. Да, вот, ну, кто-то вот возьмет, диск вытащит из компьютера, программу какую-то там сожжет, а то еще кто-то... Это же везде. Ну, все зависит от людей. Что прям кто-то там последние лет 15 кому-то что-то самое. Разве или миф? Равеев. Ольга спрашивает, вы можете назвать себя счастливыми людьми? Ну, да. Да. А в чем оно это счастье для вас проявляется? Для кого-то это условно там запах кофе утром. Ну, вы знаете, кто-то, кто... Нет, ну, я больше подумала, ну, да, профессии, ну, многие просто счастливы, когда просто танцуют, ну, хотя... Ну, в жизни, наверное. Ну, в жизни. Это все, наверное, касается. Ну, в принципе, да, почему мы уже занимаемся любимым делом. Мы видим мир, имеем возможность, да, выехать куда-то, что-то посмотреть, увидеть людей, увидеть красивые места. Многих этой возможности нет, да. Если сидишь в офисе, просто смотришь в компьютер тупо и по графику идешь домой, ну, это точно не интересно и счастье это, наверное, не приносит. Да, у нас, конечно, это другая жизнь совершенно. Больше... Да, и имеешь активный образ жизни. Постоянно связан с людьми, ты постоянно какое-то общение получаешь, получаешь какие-то сюрпризы все время. Ну, как-то это так всегда очень обогащает, потому что, конечно, сидеть в офисе, это надо иметь силу, более такую очень крепкую. Так, на следующий вопрос Сергей уже отчасти ответил. Расскажите, как вы решили заниматься балетом. Вероятно, что на это решение повлияли ваши родители. Не жалеете, что у вас не было полноценного детства? Полноценного детства? Ну, я бы не сказал, чтобы не было полноценного детства. И еще одно. Родители не участвовали. Были против, что ли? Нет. Сейчас я узнаю, наконец. Ну, как-то все само собой произошло. У меня после, скажем так, народных танцев, которые я занимался, педагоги сами предложили. Ну, никто не отрицал. Хорошо, если пусть с 10 лет пойдет заниматься дальше танцами, никто не будет возражать. А так как заниматься этим просто по жизни, ну, на тот момент никто не задумывался. А дальше уже по накату пошло. Я выпустился и начал работать. Опять же, это неплохо иметь профессию, да, в 18 лет. Я думаю, что у меня... Многие, знаете, многие из родителей, сдающих детей в хореографическое училище, это сами танцовщики. Это много. Это сплошь и рядом. Когда приходишь, начинаешь узнавать, что там у той дочки мама-балерина или там у того парня там тоже родители танцевали. У меня такого не было. У меня абсолютно... У меня мама гуманитарий, да, она вообще учительница, воспитательница, скажем так. Отец был строителем обычным. То есть, они абсолютно далеки были от искусства. Так... Я не знаю, какими шагами, но я очутился в балете. Но полноценного детства, я не скажу, что у меня не было. Ну, было неполноценное детство, это... Ну, это какие-то враки, наверное, потому что не может быть такого. Я всегда... Опять же, был активным. Правда, что боялся на роликах кататься. Вот это я помню точно. Это... Это ужасно. Все катались. Это, по-моему, было так популярно, агрессивное... Агрессивное вид катания. Все там что-то прыгают на этих роликах. Я не мог себе этого позволить. Вдруг ножки сломаются. Да, мало ли что, там подвернешь, и уже все, не пойдешь заниматься. Это уже... Нехорошо. Меня отдали, меня родители отдали. Меня папа так и решил сразу. Когда я родилась, мама говорит, папа сразу сказал, все, это моя балерина. Балерина. Да, это моя балерина. Почему, непонятно. Потому что, моя балерина, говорит, и как-то я вот с детства меня... А у меня мама просто танцевала, и поэтому она как бы понимала в этом. Но в училище меня мама очень долго просила, чтобы я ушла оттуда, потому что... Ну, почему-то у меня тоже так. Она, да, до первого курса она меня просила, пожалуйста, брось там, брось, я тебя прошу, это невозможно, ты не работаешь, говорит, ты не работаешь. Я не могла вообще понять, зачем мне это за этим надо, муки какие-то вообще, не знаю. Какое удовольствие не получаешь. для детей. Или что-то там. А вот родители, которые этим не занимались, да, они понимают, что ребенок страдает. Почему, им непонятно. Из этого начинается какое-то, знаете, ну вот естественное ограждение ребенка от каких-то трудностей, от каких-то стрессов. И они, конечно, предлагают, уходи. Нет, останусь. Нет, у меня мама просто не хотела, она всегда говорила, я устала на собраниях сидеть и слушать, что ты плохо работаешь. Говорит, сколько я буду, говорит, сидеть и краснеет за тебя? Говорит, уходи. Я говорю, нет. Сдала меня в училище, вот сиди и красней. А я, значит, буду думать, что мне делать, потому что я пока не решила, буду я там заводить или нет. И вот так это у меня длилось до курса, пока уже выхода не было. Знаете, пришлось уже что-то делать, пришлось работать. Ну вот, ничего. Выпустилась я, между прочим, с пятеркой, и все прекрасно, да, и через год уже вела спектакль в национальной опере. Видать, с талантом, никуда не попрешь. Наталья, какую музыку вы предпочитаете слушать? Ой, музыку. Музыку такую, которая у меня психику не травмирует. Правда. Ну она же разная, я не могу слушать о моем тоже. Я люблю очень многих певцов западных, некоторых наших. Но музыка, знаете, которая мне не мешает находиться в какой-то гармонии с собой, которая не вышибает во мне мозги, чтобы я потом не понимала еще где. Вот, которая меня наоборот как-то так эмоционально подстегивает. Это может быть любая, отсутствие классика. Классику тоже иногда, знаете, хотя бы мы все время в классике, но ты так где-то увидишь, услышишь, вернее, и ты так вдруг тебя так раз проняло. И потом ходишь, что все слушаешь, еще и слушаешь. Единственное, что, конечно, мы не выдерживаем, когда мы заходим в самолет и слышим музыку штраусов, свенского вальса, у нас начинается просто уже нервный срыв. Потому что ты все равно хочешь, австрийская авиалиния тарарарамба. Потому что мы очень много этот спектакль танцуем и станцевали свой период очень много. Да, и сразу ноги в пляс пошли, пошли, пошли. И вот ты уже такой. Ну, это здорово, на самом деле. Сергей, что по-вашему самое сложное в балете? Ну, это вообще нелегкая профессия, сложно все. Мучается, знаете, как он мучается? Страшно. Сложно все. Ну, нет, серьезно. Физические нагрузки, во-первых, хотя они тоже приносят какое-то удовольствие. Морально-психологические нагрузки имеют тоже, ну, если не 50%, а может даже больше. Я думаю, что да, когда, наверное, добиваешься результаты. Тогда ты получаешь какую-то хотя бы отдачу, отдушину, я бы сказал. Когда не добиваешься? Добиваешься, когда результаты. Я говорю, когда добиваешься, ты говоришь, когда отдушину получаешь? А, я это слышал. Ну, сложно все, сложно все. Нужно, нужно постоянно себя контролировать, расслабиться. Редко, когда приходится. Всегда, всегда контроль, всегда на репетициях, всегда на сцене. Можно только вздохнуть дома, потом поспать и все. Ну, мне кажется, ты знаете, у Сергея сейчас такой период, может быть, да, может быть, из-за того, что я еще не... Пытаюсь идти дальше, больше всего думаю о мелочах, в частности, потому что любую мелочь нельзя упустить. Очень большой резерв сейчас как бы израсходуется постоянно, а на самом деле потом проще. я его убеждаю, он мне не всегда верит, но я ему говорю, что потом легче. Да, надо расслабиться и получать удовольствие. Да. Сергей, Наталья, какой самый необычный подарок в жизни вы получали? Вот мы ехали, говорили об этом, какой же самый необычный подарок? А Сергей мне говорит, ну, уже тебя там не было под подушкой, енота или кого-то. да. Я их уже не была. На самом деле подарков очень много и они просто разные. Они необычные подарки наверное становятся такие, которые неуместные. Я вспомнила необычный подарок, я вспомнила необычный подарок, нам подарили карту, нам подарили карту, на которую нужно значит стирать как бы где были. Да, и вот она таким образом